Опять же, показательная в этом смысле история. Я когда в 16-м году стал писать на СНОБе цикл статей «Четвертая мировая война», я дурашничал, меня заставляли, и я безобразничал, писал статьи по одной единственной цели, потому что я в целом хотел говорить об интеллекте, а про интеллект никто не хотел слушать. И поэтому пришлось немножко говорить про искусственный интеллект. И я писал статьи, и стал случайно футурологом в этой стране. Когда сюда приезжал Коуплинд, это писатель канадский, автор знаменитого романа «Поколение Икс», рабы Майкрософта и так далее, он сейчас главный инженер Google, и он когда приезжал, собака должна была у него взять интервью, дистанционное, и попросили меня. Я долго смеялся, но понятно, что они в Google футурологи, а, собственно, я начал свое письмо Коуплинду, Дэвиду, сказал, «Дорогой Дэвид, не знаю, как часто вам приходится разговаривать с психиатром, но других футурологов в России для вас не нашлось». Значит, у нас была милейшая совершенно переписка, он был в полном восторге, когда приехал, сразу поехал в кластер, был у нас в кластере на Достоевского 19-21, интеллектуальный кластер игры разума, сказал, что нигде такого в мире нету, но вспомнил я про Коуплинда по другой причине. Значит, я говорю, знаете, вот у нас тут, как вы реагируете, когда вам говорят, что искусственный интеллект не представляет угрозы? Значит, ответ его звучал в этом интервью следующим образом. «Кто так говорит?» То есть человек, который работает в Гугле, не может думать, что нету угрозы. Проблема состоит в том, что мы не знаем, в чем она состоит. Вот. В России до сих пор, когда говорят искусственный интеллект, я помню, когда я начал статью писать, эти статьи на основе писать, все крутили пальцем у виска и говорили, что вообще просто Курпатов лудит там и так далее. Да, значит, и просто никто не понимает. Вообще есть две такие, как бы сказать, вилка такая есть. Есть оптимисты в отношении искусственного интеллекта и вообще всего, что будет происходить с нами. Потому что искусственный интеллект – это просто название. Сейчас я объясню, в чем тут фишка. Значит, да, есть развилка, есть оптимисты, которые говорят, что вообще просто все будет распрекрасно в самом ближайшем будущем. Я не преувеличиваю – в самом ближайшем будущем. Если кто-то не понимает. В самом ближайшем будущем. Будет все… Вот и то, я говорю. Вот. Значит, самый из них известный – это Рейкур Цвейл. Вот. Он тоже работает в Гугле. Вот. Я проговорил, что Коплинг – главный художник. А Курцвейл – главный инженер Гугла. Вот. И что он обещает нам? Он обещает, что в 20-х годах у нас начнутся бурно развиваться 3D-принтеры, которые будут способны производить любой продукт. Значит, что значит любой продукт? Вы заливаете туда краску в домашний принтер. Вот. Помните, что не было недавно принтеров, а сейчас они чуть ли не в карманах, из карманов выпадают у людей. Хотя в целом уже сейчас принтеры устарели, потому что лучше отослать в электронную, видеть, что зачем распечатывать, портить бумагу. Вот. Да. И он говорит, что будут стоять эти 3D-принтеры, которые будут способны печатать все, что угодно. Это, значит, прежде всего одежду. То есть вы берете в интернете, скачиваете модель, которая вам понравилась. Вот. Можете ее подправить под ваши размеры, и ее из 3D-принтера вам выплюнут. Вот. Значит, будут печатать еду. Причем там, забавно, еду будут производить в океанах. Будут водоросли специальные, они там будут, значит, разводиться, и из них будет делаться краска, которая позволяет производить любой продукт, любой внешности и любого вкуса. Значит, дальше будут производить органы внутренние. То есть можно будет напечатать печень, сердце, что-то с почкой у вас не алло, давайте сюда, мы вам сейчас соштопаем. Вот. Значит, соответственно, с 20-х годов по Курцвейлу у нас будет эпоха 3D-принтеров. Эпоха 3D-принтеров, скорее всего, будет по Курцвейлу в 30-х годах заменена эпохой нанороботов. Ну, себе представляют нанороботов, как таких маленьких, бравых шварценгеров, бегущих, значит, по внутри организма. Нет, это просто сложные химические молекулы, которые будут иметь трудность для того, чтобы подключаться к клеткам нашего организма с одной стороны, а с другой стороны сообщать о состоянии наших клеток компьютеру внешнему, да, который будет считывать информацию, давать команды. И, соответственно, наши клетки могут с вами омолаживаться, улучшаться и так далее. Курцвейл обещает, что если вы доживете до 2037 года, то дальше сами будете решать, когда вам умирать. Вот. Сам Курцвейл настроен решительно, ему сейчас за 70, вот, и он, да, или к 70, я сейчас боюсь напутать, вот, и он ест 200 пищевых добавок в день. Более того, у них с коллегой есть целая компания по всему миру, которая дистрибутирует эти добавки. Вот. Оговорюсь, впрочем, что порция его добавок на год стоит 1 миллион долларов. Вот. Но, короче говоря, они как-то пытаются доползти до 37-го года, чтобы это не значило. Вот. И дальше, значит, соответственно, вот наши бесконечные... И дальше, к 2045 году предполагается, что мы с вами войдем в состояние технологической сингулярности. Значит, вы, возможно, даже если посмотрите здесь по пулкам, вот, есть даже книжки по технологической сингулярности. Самое забавное, что в этих книжках ничего не написано про технологическую сингулярность. Моя глава про технологическую сингулярность давалась мне с самой большой трудом. Значит, знаете, почему? Потому что технологическая сингулярность – это когда все будет управляться неким сверхмощным искусственным интеллектом, а от нас не будет зависеть ничего. Соответственно, сложно сказать, что будет в рамках технологической сингулярности. И с ним пока невозможно провести переговоры. Вот. А тогда и невозможно будет перевести. Значит, это оптимисты, которые рассуждают. Значит, сразу скажу, что... Почему я сказал, что искусственный интеллект – это просто общее название для всех современных технологий. Дело в том, что все будет стоять на принципах искусственного интеллекта, но это будут биотехнологии, это генрин инженерии, это нанороботы, это будут любые технологические решения, это будут, соответственно, разные решения, связанные... Ну, я подробно это рассказываю там с электропитанием, да, почему там очки Google Glass не пошли, потому что просто батарейка не способна тянуть, и когда вы потоковое видео обрабатываете, то вам нужно очень много энергии. Ну вот. Ну, сейчас уже сделали дистанционное энергопитание, и, соответственно, вы можете в кармане держать телефон, который будет подзаряжать ваши очки, на которые вы будете носить, и, значит, там у вас дополненная реальность будет формироваться. Кстати, вот, судя по всему, в VR-технологии сейчас был фальш-старт, да, и как формат 3D стал загибаться, так и VR-технологии сейчас загибаются, но вот дополненная реальность вполне возможно, что станет локомотивом. Что такое дополненная реальность? Это вы смотрите на что-то, и или с помощью очков, или непосредственно у вас на глазу линза, с которой проецируется сигнал на сетчатку вашего глаза, вот, вы параллельно видите, ну, условно говоря, любую информацию, которая касается объектов, на которые вы смотрите, вы можете какой-то, ну, в общем, квесты какие-то проходить через этим, ну, в общем, как-то, в общем, странно, я не понимаю, вот. Я рассказываю, как, в общем, что делать, зачем просто, я не понимаю. Вот, значит, да, и это оптимисты, да, и вот, в общем, есть куча технологий, всякие разные, все же говорят, понимаете, что вот есть физические ограничения. Значит, я в связи с этим люблю приводить пример. Значит, был такой, если вы знаете, Резерфорд, вот, который у нас и Атом, так сказать, открыл, ну, он его не открыл, вот, но он его модель Атома сделал, и мы долго жили с Резерфордовской моделью Атома. Вот, и теперь представьте, что этот величайший физик, вот, руководитель вообще плеяды физиков, которые просто сделали Гейгер и чертовступен. Вот, в 1937 году сказал, что расщепление, получение энергии из Атома невозможно, потому что есть физическое ограничение, усилий для того, чтобы произвести эту энергию, больше, чем мы можем высвободить. Значит, Резерфорд говорит это в 30-х годах. В 1942 году американцы делают первую цепную реакцию и высвобождают энергию Атома. Значит, понимаете, когда кто-то говорит про физические ограничения, он говорит про физические ограничения здесь и сейчас. Он не понимает, каким образом повернутся технологические решения. А сами технологические решения, это, вот, сейчас, если вы себе представите, вот такой рост, и, как бы, много штук растет одновременно. И вот у вас здесь растут биотехнологии, и вам кажется, что есть ограничения. А тут параллельно растет искусственный интеллект. И когда вы соединяете искусственный интеллект, условно говоря, с биотехнологиями, у вас резко, ну, как бы, вы преодолеваете ту границу, которая была технологическим ограничением. То же самое с электричеством. Значит, ну, вы сказать, вот мы электроэнергию раньше передавали по проводам. Вот. Потом сказали, физическое ограничение, ну как, да? А теперь они как-то умудряются это делать без этого и так далее. Дальше это будет все, это разные, как бы, направления науки, в которых происходят прорывы. И вот Рэй Курцвейл строит свои прогнозы на так называемом законе ускоряющейся отдачи. И вот весь принцип закона ускоряющейся отдачи состоит в том, что вы внутри вашей технологии не видите этого рывка, а при соединении с другими технологиями, которые параллельно развиваются, дают рывок, на который вы даже не могли рассчитывать. И это совершенно нелинейное развитие, и 83% прогнозов Курцвейла сбывается. Ну, я вам должен сказать, что прогнозистов вообще огромное количество. И разные компании ежегодно или там раз в пять лет публикуют свои прогнозы на развитие тех или иных технологий. Они все расходятся в прогнозах, но чем дальше, тем больше эти расходы, эти прогнозы сближаются. Вот, значит, если раньше кто-то там говорил про столетнюю перспективу, 70-летнюю перспективу, вот, сейчас таких все меньше, все говорят о перспективе, там, 50 лет, и все она, как бы, эта граница приближается к нам. Вот, значит, то есть есть оптимистичный план, значит, что создастся искусственный интеллект. Мы с вами будем жить вечно, вот, значит, желающие могут переместиться, жить на сервер, вот, и у всех, в общем, все будет, что хотите, вот, и так далее. Очень романтическая такая утопия. Значит, да, ну, есть люди, которые говорят, а теперь давайте наложим эту фантастическую красивую конструкцию на реальную жизнь. Вот, и, значит, ну, все вы, может быть, слышали, есть «Черное зеркало», такой сериал Чарли Брукера, вот, это американский, британский сатирик с таким черным юмором, знаменитым британским, который в каждой серии своего сезона рассказывает о реальной технологии, которая на данный момент уже существует, и о том, как она может изменить жизнь людей, если она достигнет своего апогея. Значит, и вот все эти серии, если вы посмотрите, у нее в каждом сезоне есть одна хорошая серия, ну, такая, приятная. Ну, умерли, но зато переместились в облако, там, что-то, этот, как его, полюбили друг друга, но оказалось, что в «Матрице». Ну, вот, ну, это хорошие финалы, вот, остальные финалы не такие хорошие. Вот, да, значит, да, и у него идея простая. Значит, человек, в общем, существо достаточно примитивное. Вот, у нас, конечно, есть культура, которая нас воспитывает, да, но если нас из культуры избавить, мы же начнем, что-нибудь делать, может быть, разное. Вот, и, да, вот, вид агрессивный, очень эгоистичный, каждый представитель из нас, да, вот, мы с вами завоевали всю планету, друг друга можем уничтожать миллионами, отравить газом, понимаете, и так далее, и так далее. Нету животных, которые столь же, так же любят друг друга, вот, представители одного вида, как мы с вами. Вот, войны устраивают, бомбы придумывают атомные, чтобы друг друга уничтожить. Это такой вид, знаете, вот. И теперь представьте, что в руках каждого представителя этого вида оказываются технологии, которые способны существенно влиять на жизнь других людей. И как это будет происходить. Значит, вот, первое, это он говорит, мы не понимаем, как люди начнут вести себя в ситуации, когда, как бы, вот, может что-то пойти не так. А точно то, что может пойти не так, да. Вот есть расчеты, я его приводил где-то, мне все время спрашивают, почему я говорю, что на планете останется жить 10% людей. Ну, я такой глупости не говорю, я говорю, что если на планете не будет в течение года электричества, то нас останется всего 10%, потому что у нас все на электричестве, медицина, питание, кормление, вообще все на свете. И если отменить связь, и если отменить электричество, то через год кто-то помрет от инфекции, а кто-то просто переубивает друг друга, и, соответственно, в общем, может пойти не так. В общем, короче говоря, Брукер говорит, посмотрите на человеческую природу и забойтесь, и устрашитесь. Значит, есть другие исследователи, которые говорят, что проблема искусственного интеллекта и роботизации будет связана с экономической, прежде всего, историей. Значит, в чем экономическая история? Значит, сейчас появляются машины, которые способны вытеснять людей из производства. Это как Карл Маркс обещал, что у нас будут, значит, роботы, они все будут делать, а у всех остальных наступит светлое будущее. Значит, Маркс смотрел, так сказать, уверенно в будущее. Вот, правильно. Да, и действительно сейчас вытесняют, вот понимаете, огромное количество людей. Вот в этом магазине, например, не нужны продавцы. Почему? Потому что можно поставить, во-первых, камеры, которые будут вас идентифицировать по лицу. Вы видели новые айфоны, да? Вот, Face ID. Таких технологий много. Китай вообще уже просто, я прошу прощения, засраны этими камерами, которые идентифицируют собственных граждан и составляют на них, как бы сказать, личные досье. Да, вот, я про это рассказываю все в книжке. Вот, да, и вы заходите сюда, вас сразу идентифицируют, знают, кто вы, что вы, сразу привязаны к вашему счету. Вы подходите, все полки умные, или продукты умные, вы берете, и все знают из облака, что вы взяли. Вы покидаете зону магазина, у вас со счета, к которому прикреплена ваша физиономия. Китайцы, кстати, пошли дальше. Ну, значит, с лицом это надо еще как-то лицо ловить, да? А они упростили, у них все китайцы на одно лицо. Вот, сейчас меня в чем-нибудь обвинят. Да, да, и они по походке сейчас определяют. У нас с вами оказывается эксклюзивная у каждого походка. И у нас можно все, там, миллиард с лишним китайцев ходят по-разному. Вот, и искусственный интеллект может в камеру, смотрит, ой, там, Хюн Цин Цзи идет, и там, как говорили там, товарищ Ху, это предыдущий был у них генсек. Вот, в общем, короче говоря, да, и все. Но, значит, как сюда книжки приехали, они приехали сюда на машине, которая автопилотом управляется. Вот, ездят они значительно более безопасно, чем люди. Сейчас они намотали уже миллионы километров. Эти, вот, количество этих происшествий юмористическое, которое там случилось. Вот, в общем, нам скоро запретят водить машину. Вот, правильно сделают, так сказать. Вот. Кстати, можно будет улицы сузить, потому что тогда будет бессмысленно иметь собственный автомобиль. Все пересядут на, как бы сказать, на такой Uber этот электрический, который будет ездить. А, соответственно, машины нигде не будут парковаться, и не будет нигде, они будут все заполнять сразу. И зачем в три ряда ехать, если всех распределить? Они друг с другом договорятся, кто куда, через какой маршрут, понимаете. У них там все, и так далее. И мы будем по тротуару, как Невскому, как раньше обещали. Вот, в общем, короче говоря, шучу я. Вот, да, привезут, ну вот, напечатать книги, думаете, кто-то нужен? Я вам больше скажу, да потому что бы написать книги. Уже в целом никто не нужен. Уже, да, уже есть алгоритмы, которые пишут романы, и я рассказываю про это. И там есть роман, который, он даже, они же анонимные. Вот, роман называется, я забыл, как назовут самого робота, вот, ну, сам искусственный интеллект. А роман назывался «День, который робот написал роман». День, когда робот написал роман, да. Вот, и он написан машиной, алгоритмом машины, искусственным интеллектом. А на книжных премиях, как вы знаете, анонимно представляют. И он занял третье место, ну, там, футурологическое, про будущее, там, и так далее. У них все романы так себе, ой, сейчас меня опять в чем-нибудь обвинят. Да, и, в общем, короче говоря, и он и написать может, и оформить может, и все, и привезет, и вот это все. А зачем он вообще-то ходить в магазин в целом, понимаете? Вот, и дальше все, 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 появляются роботы и вытесняют всех людей. Ну, это радость. Можно ничего не делать, бить баклуши, лежать на диване. Вот. Проблема состоит в том, что если вы нигде не работаете, у вас немножко нет денег. А если в экономике немножко у всех нет денег, то экономика отказывается функционировать. И становится не вполне понятно, каким образом, собственно говоря, со всем этим хозяйством жить. Вот. Значит, существуют, конечно, альтернативные варианты, я о них тоже рассказываю, которые, как бы сказать, а то и как будут замещаться, да, потому что возможно, что этот искусственный интеллект будет требовать создания каких-то специфических рабочих мест. Ну, в общем, все это звучит пока очень так абстрактно. Но, в общем, следующие говорят, что будет экономический коллапс. Значит, следующие говорят, что будет у нас с вами социальный, социально-экзистенциальный коллапс. Значит, этот коллапс может быть связан со следующим. Значит, мы с вами благополучно, ежедневно отдаем в бигдату полтора гигабайта информации о собственном поведении. Значит, ваше поведение значительно более точнее отражает вас, чем вы сами себя понимаете. Ну, чтобы вы себе это представили, представьте, что вам предлагают с каким-то человеком поговорить полчаса, а потом вам предлагают полчаса провести в его квартире. Можете делать там все, что хотите. Вы где получите более достоверную информацию? В квартире. И это исследования такие проводились, и доказано, что самых близких можете опрашивать, не будет такой точности, как, как бы сказать, исследование жилья человека. Вот. А в жилье там только следы его. Он наследил в жилье. Это потрогал, это купил, это взял, это положил, это спрятал, там, и так далее. Все, он многое говорит. А мы в интернете разве не это делаем? Мы делаем ровно то же самое. Ну вот. Вот. И он это все благополучно получает эту информацию. Значит, я... У меня есть хорошая новость. Я в книжке не писал, только для участников нашей презентации. Вот. Да. Хорошая новость состоит в том, что сейчас нету расчетных мощностей, чтобы обрабатывать по каждому из нас эту информацию. Вот. Вот. Но я вам должен сказать, что это, как бы, тоже временный момент. Вот. И скоро эту информацию обрабатывать начнут. И ее, конечно, обрабатывают уже в специальных, в узкоспециальных целях. Значит, в узкоспециальных целях ее обрабатывают компании, которые занимаются рекламным бизнесом. Вот. Потому что вся информация, которую вы о себе оставляете, она аккумулируется. Гугл ее активно торгует. Вот. Он ее продает. И дальше компании, значит, покупая эту информацию, узнают, что вам предложить, с какой вероятностью и так далее. И там у вас вычет посмотрели. Мне регулярно предлагают смотреть книжки этого доктора Курпатова. Думают, это самое то. Я прям, у меня ощущение, что других книг нет у нас этих. А у меня где-нибудь Кинь, у меня Курпатов, Курпатов, вы же понимаете. Я маньяк Курпатова. Адрес Курпатова, понимаете, все. Телефон Курпатова, все. Надо ему книжки Курпатова почитать, в конце концов. Вот. Да. Значит, соответственно, вторая конструкция состоит в том, что... Что мы с вами лишимся нашей приватности. Но это бог бы с ним. Там некоторые говорят, а мне скрывать нечего. Я поздравляю вас. Вот. Кому-то как будто было это на самом деле интересно, да. Вот. Проблема не в этом. Проблема в рекомендательных сервисах. Значит, когда вы что-то делаете, дальше алгоритмы начинают вам подсказывать, что с чем вам иметь дело. Дальше вы оказываетесь в тоннеле и в полной уверенности, что вы на просторах интернета. На самом деле вы в узком коридоре. Более того, все компании заинтересованы в том, чтобы вы оставались в узком коридоре. Потому что тогда ваше поведение более предсказуемо. Значит, если вы какой-то темой заинтересовались, все вам эту тему сразу надо впихнуть, так сказать, по самое не балуйся. Вот. Хочешь, не хочешь. Вот. И дальше это одна вещь, то, что вы оказываетесь в туннельном состоянии, думая, что вы не в туннеле. Вот. И второе это то, что вы, когда, значит, оставляете свои следы, вы, по сути дела, объясняете. И кто читал чертоги разума, знает, что весь мозг, наш мозг работает по системе алгоритмов. У нас набор автоматизмов, которые мы постоянно воспроизводим. Так вот, если искусственный интеллект считает ваши автоматизмы, он знает, что вам захочется дальше. И дальше он будет вам предлагать, считывать, как меняются ваши алгоритмы. И в целом он может моделировать ваше поведение. Но в самом примитивном случае это случилось на выборах господина Трампа. Вот. Когда, в общем, достаточно нехитро использовалась технология. Там много конспирологии, но сейчас, после того, как вы знаете Цукерберга, когда это все появилось, там все говорили, о-о-о, врут-врут, да? Вот. Значит, ну, все уже подробно достаточно раскрывается. Цукерберга, как вы знаете, вызывали в Сенат на слушание, после чего мы узнали, что в Сенате сидят США, как бы их деликатно назвать. В общем, люди, мало понимающие современную реальность. Вот. Да. Значит, ну, потому что вопросы, которые они ему задавали, свидетельствовали о том, что они в целом считают, что компьютер – это ящик. Ну, вот. Типа телевизора, но с мышкой. Вот. Да. Значит, соответственно, что я вам рассказывал? Да. Что все это уже выяснилось? Как использовалась технология? Ну, достаточно просто. Значит, Пенсильвания, штат демократический, традиционно в Соединенных Штатах, все время голосовали за демократов. Вот. Никаких ощущений риска, что там что-то случится нехорошее, нет. Но выяснилось, что там просто работает такой, как бы, дискурс демократический. А на самом деле существует достаточно большое количество людей, которые негативно относятся к людям с черной кожей. Выяснили это очень просто. Посчитали запросы в Гугле из этого региона на слово «нигер» и прочие отзывательства. И выяснили, что там их достоверно больше, чем в любом-другом месте. И теперь, представляете, нарезку из выступлений господина Трампа, которую адресно посылают тем людям, которые формально, внешне придерживаются демократических взглядов, то есть таких, как бы, так сказать, политкаретных, а на самом деле проводят время на сайтах, где анекдоты про, значит, и еще хуже чего. Вот. И им активно рассказывают, вот ваш кандидат. Вот. И дальше Пенсильвания впервые вдруг, ну, там, за сколько-то, сто лет, голосует за республиканца. Очень простой способ. Ну, пока это все, понимаете, такая, как это, ну, все как-то на коленке, вот, что-то, вот это вот. Но это пока, потому что коленка все становится все больше и больше. Вот. И дальше это разрастается. Вот. Значит, поэтому и дальше нашим поведением можно руководить. Уже сейчас Тесла, в нее интегрирована система, она, видимо, пока в каком-то тестовом режиме, который будет знать, куда вы собрались ехать до того, как вы сказали это автомобилю. То есть вы садитесь в автомобиль, и он едет. Вы с ним не общаетесь куда. Он знает, куда вы едете. Вот. Просто потому что, зная ваше поведение, вы в другое место поехать сегодня не можете. Вот. Да. Значит, и дальше, получается, и у кого будут эти данные, кто будет этим всем рулить. Понятно, что не сенаторы. Понятно, что это совсем другие уже люди за всем этим стоят, и дальше мы просто можем рассчитывать на то, что в них как-то сохранится какая-то, вот эта та самая политкорректность. Хотя, в общем, глядя на нас, с чего им ее сохранять, я, честно говоря, не очень понимаю. Вот. В общем, короче говоря, да. А я, я, еще же я есть. Вот. А я говорю, что все отупеют. Вот. И, да. И мы, у нас все технологии будут расти, сложность будет увеличиваться. И сейчас самое же сложное поженить одно с другим. Вообще, на самом деле, вероятность того, что мы поженим одно с другим, ну, вот, существует же много технологий с разными программными кодами, обеспечениями, своими протоколами, языками, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И все это, если вот как-то сшить же нужно в какой-то будет момент, если у нас есть какой-то интеллект, который должен все сшить. Сейчас я быстро закончу и расскажу про интеллект. Да. Вот. Короче говоря, который сшить все. И дальше, представьте, все становится все сложнее. И почему вот те компании сейчас, если вы посмотрите, Google, Apple, там, Facebook и так далее, они все производят одни и те же продукты. То есть, вот, они делают, например, сейчас, там, Google Assistant, там, Facebook делает, там, Apple делает. Что такое? Колонка, которая собирает о вас всю информацию и знает, что вам надо. Что новый хозяин надо. Он ставит в комнате, все, какую музыку выясни, разговаривайте, говорит, сделай то, делай это, закупи то-то, там. Ну, это уже холодильники будут умные покупать сами, что надо. Ну, тоже будут соображать, что вам надо, сколько вы съедите, чтобы не портилось. Вот. И так далее. Ну, если ей будут 3D-принтеры, которые печатают еду, тоже уже рухнут эти холодильники умные, тоже пойдут по наклонной. Вот. Да, технологии устаревают быстрее, чем они успевают прижиться. У многих дома 3D-телевизор? Не у многих. Вот. Почему? Потому что, но если бы технология прижилась, и дальше бы все, все больше и больше было бы в 3D, то у всех бы он был. Ну, она вытыхлась, и вы не успели купить, и не смотрите. И все. А сейчас придет что-то другое, тоже умный холодильник вы купите, думаете, о, сейчас все будет. Вот. А вам так раз, и говорят, вот теперь будете есть водоросли в канистре, по трубе оно будет, вместе с санузлом так. Труба, сюда это, а сюда к принтеру. И кушаете. Вот. Да, в общем, короче говоря, да, я думаю, что самая большая проблема состоит в том, что мы, конечно, отупеем быстрее, тупеем мы просто с фантастической скоростью. Значит, я раньше шутил, у меня была шутка, я говорил, у нас появился новый крестик, вот, который вы, значит, целуете утром, и с которым вы, молясь, отпускаете к вечеру. Вот. И там по статистике были, статистика, что там 38% что-то населения смотрит айфон перед сном, там, или еще что-то. Ну, я недавно вел, проводил лекцию для очень крупной компании риелторской, которые сейчас там сливаются, и все, которые продают технику, ну, всякие, вы знаете, им видео, там, все. Вот, они там все объединяются, и я им читал лекцию, вот, и они мне говорят, а как же справляться с информационной зависимостью, говорят. Я говорю, ну, первое, значит, не берите телефон с утра, вот, просто, ну, дайте возможности не взять с утра. Раньше я считал, что это шутка, да, сейчас все, да, но это не, это конец. Я говорю, и вечером тоже не заносите в спальню. На что мне люди, которые занимаются продажей бытовой техники, говорят, но там же будильник. Я им говорю, а у вас в номенклатуре будильники больше не числятся, они продают еще какие-то, видимо, ну, может быть, там осталось пара замшелых будильников, которые продолжают продаваться. Да, вот, значит, но ощущение, что мы не можем выпустить из рук. С ним просыпаются, сразу к нему залезают, ложатся, отпускают, как бы, этот вот, морфей, да, морфей перехватывает айфон. Да, да, и цифровая зависимость, конечно, нарастает, мозги наши становятся все, все плоше, вот. У нас есть иллюзия знания, ощущение, что мы все в курсе, но, понимаете, люди все сложнее понимают вообще элементарные инструкции. Все сложнее могут выполнить элементарную какую-то работу функциональную. Понимаете, вы сталкиваетесь с этим сейчас на каждом ходу, на каждом шагу, и это будет только усиливаться все. Вот, и я не понимаю, как эти люди, по какой причине, что такое с ними должно случиться, что они смогут объять необъятное и соединить все в какой-то, значит, распрекрасный, сверхмощный искусственный интеллект, который возьмет и убаюкает нас на своих милых электронных ладошках. Вот, да, поэтому, в общем, короче говоря, есть оптимисты, но они не рассказывают о рисках. Риски, как я вам говорю, это экономические, это вот такие экстенциально-правестные, да, что у нас, нами будут управлять, но плюс нас будут кибергенизировать, мы уже с вами, сейчас можно много чего сделать, чтобы у нас были умные протезы, нам могут вставлять в глаза, можно сейчас делать, что у вас в глазу будет камера, научить вашу зрительную кору интерпретировать информацию с камеры, чтобы вы видели, и так далее. В общем, короче говоря, значит, у нас есть вот такие с вами экстенциальные риски, что мы сами себя потеряем, и вот есть то, что все что-то пойдет не так, и дальше мы начнем друг с другом на новых технологиях. Ну, сейчас вы знаете, государство уже начало это, кибервойны, раньше все думали, что это какая-то шутка, вот, не шутка, еще при Хиллари было, при лест-секретарем, они сожгли с помощью вируса эти станции, как их, центрифуги у Ирана, запустили вирус, вот, и они разгоняли, он встроился внутрь программы, которая крутит центрифугу, которая там нужна для обогащения, или там, не знаю, для каких целей, но вот на ядерном производстве, и они ее разгоняли туда, разгоняли обратно, и они сгорали, вылетали к чертой матери. А потом она вышла в сеть, эта фигурь, да, улавливаете, там наш, кстати, ее обнаружил кто-то, вот, сейчас у Корспешского работает. Вот, да, значит, соответственно, что, уже это все, видите, электричество, вы попускаете, как, сейчас все там электрическое, там внутри, механика, или там же никто не стоит, раньше ходили люди, фонарь зажигали, он идет, в Питере были фонари, фонарчики шли, и зажигали фонарь, понимаете, да? А сейчас нету фонарчика, там какая-то система, которая все считает, вот, она все оптимизирует, там еще пять-десятых, а вы в нее раз так, какую-нибудь козябру туда отпускаете, и козябру, у-у-у, все, да? Вот, в общем, короче говоря, так, в общем, хорошая новость у меня, если кто не в курсе, вот, значит, есть, да, и вот ему что-то тупи. Значит, вот это вот первое, что я хотел сказать, ну, и вот, значит, из этого вы должны сделать вывод, все, если еще мы способны на выводы, вот, что самое существенное, это то, что мы должны озаботиться собственной экзистенцией, вот, у нас ее с вами нету, ну, это же что такое, это силикализированная душа, раньше всем говорили, что у нее душа есть, потом сказали, ну, ладно, с душой как-то совсем не складуха, вот, будем экзистенцию производить, вот, значит, и вот экзистенция. Ну, это, по сути дела, просто наша человечность, вот, которая проявляется в нашей разумности и в нашей социальности, в нашем уме и в нашей доброте, вот, в двух самых главных наших характеристиках. Но мы с вами перестали быть добрыми, потому что мы аутичные, и мы перестали быть умные, потому что у нас есть телефон рядом умный. Я, кстати, рассказываю в книжке интересный эксперимент, сейчас быстренько. Значит, сделали студентов, изучали, значит, взяли 150 студентов, ну, или 1500, вру, разделили, значит, их на три группы, и, значит, они должны были выполнять тесты на мышление, всякие разные там интеллектуальные задания, значит, и разница между этими тремя группами состояла в следующем. Первая группа оставила телефоны за пределами кабинета, в котором проводилось тестирование, вторая группа, значит, могла держать в кармане или в сумке, ну, где привычно, а третья группа положили айфон перед собой. И знаете, что выяснилось? Что когда перед вами лежит айфон перевернутый, уровень вашего рабочей памяти и подвижного интеллекта, то есть это соображаловки, кристаллические это ваше знание, это значимо снижается просто, когда вы видите, что с вами лежит телефон. Потому что мозг считает, зачем ему напрягаться, если тут все есть. Это как на экзаменах раньше, если идете с поргалкой, в которой у вас все написано, вы бум-бум, у вас отбираешь эту споргалку, и сдать невозможно. Если у вас так чуть-чуть споргалка на трех местах, понимаете, это еще нормально, еще можно сдать. Вот, да. Сейчас даже не знаю, как экзамены сдают. Вот, короче говоря, да, в общем, просто физическое присутствие рядом телефона нас тупит. У нас просто снижается рабочая память, снижается подвижный интеллект. Вот, поэтому единственное, что мы должны сейчас думать, это о доброте и уме, и думать, как их воспроизводить в себе. Вот, это значит, я как бы футурологию вам уже сказал. Ну, теперь просто коротко про важное. Значит, все, когда я рассказываю про искусственный интеллект, ну, так говорят, что, то же представляют себе терминатора. Что придет такой дяденька, значит, be back, I be back, или что-то там, в общем, I come in, в общем, что-то с ним случилось. Вот, значит, конечно, никакого такого терминатора нам ждать не приходится. Вот, более того, вот все говорят, что вот сейчас есть слабый интеллект, слабый интеллект искусственный, это тот интеллект, который хорошо, очень хорошо, лучше человека решает какую-то задачу, ну, частную. То есть, условно говоря, там, я не знаю, вы сейчас открываете телефон, карту Google, вот, и он вам прокладывает маршруты. Вот, он в этот момент думает, вот, и он частно решает очень хорошую задачу, которую вы решить так хорошо не можете. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, да, и этих слабых искусственных, но слабые условно, да, сейчас слабые интеллекты торгуются на бирже. Ну, реально, вот этот микротрейдинг, да, это когда акции быстро продаются, быстро покупаются, вот, раньше это были биржевые брокеры, они стояли, кричали, помните, эти были такие, Солл-стрит, там, покупаю, продаю, там, да, вот, сейчас все молча, там тихо, как в могиле, как в современных школах тоже тишина полная, раньше в школах было весело, и вот, сейчас все тихо. Вот, да, и сейчас торгуют компьютеры, они сами понимают, что, какое, что продавать, что это, они с друг с другом соревнуются. Более того, вот, например, вы, когда открываете сайт, у вас загружается реклама, да, она загружается с небольшой задержкой. Это задержка порядка секунды. Что происходит в эту секунду? Ваши данные отправляются на сервера порядка 50 роботов, которые сохранили про вас информацию. Каждый принадлежит отдельной компании, и каждая из них, этих компаний, собирала про вас данные, покупала их везде, агрегировала, там, и так далее. И робот, значит, определяет, насколько вы для него ценны с точки зрения предложения вам той или иной рекламы. И дальше, в эту же секунду, продолжается, происходят торги. То есть, каждый из этих роботов говорит, я готов за этого дать столько денег, за этого дать столько денег, за этого дать... А, ну, я готов, этот, говорит, я готов за него это, этот, говорит, столько и это, и выигрывает тот, кто больше дал. Кто вы там, условно говоря, там, один за вас 5 рублей предложил, а другой 10. Вот, кто за вас, чтобы вы посмотрели, этот баннер заплатил 10 рублей, тот и в дамках. Тот баннер и загрузится вам. То есть, посмотрите, это большая интеллектуальная работа. Это называется слабый искусственный интеллект. Просто, чтобы вы не обольщались, когда они говорят, слабый, ну его. Вот, чтобы такие слабые были у всех. Ну, вот, и дальше они говорят, вот, вот, слабый будет, а потом будет человекоподобный, сильный. То есть, слушайте, ну, все уже давно поняли из серьезных людей, что воспроизводить наш интеллект не надо ни при каких обстоятельствах. Ну, потому что мы просто бажим на ходу, ну, просто, вообще просто, да, врем сами себе, просто как это, и это невозможно показывать. Вот, у нас очень ограниченные мощности и так далее, мозга, поэтому, конечно, человекоподобный интеллект не нужен. Нужна агрегация этих простых искусственных интеллектов, которые, собственно говоря, научатся, и сейчас она уже учится, ставить себе цели. Ну, то есть, вот, знаете, что сейчас же, как говорят, есть два заблуждения. Во-первых, что искусственный интеллект программируется людьми. Это ерунда. Значит, искусственный интеллект, машинное обучение программируется не людьми, людьми дают вводные, а дальше искусственный интеллект сам считает, пытаясь прийти к решению, которое ее просят. Как он приходит к этому решению, никто не знает. Ферручи, автор, ну, один из авторов IBM Watson, когда его спрашивают, почему он ответил так или иначе, он говорит, я не знаю. Он не знает, он ему базу данных загрузил, обучил, алгоритмы создал, а тот теперь сам решает, как он будет себя вести, и отвечает на вопросы своей игры, значит, лучше, чем люди. Значит, вот, что я рассказал, про искусственный интеллект. Вот, да, и, соответственно, самое сложное будет это, когда эти простые искусственные интеллекты, они сойдут, да, и они умеют ставить себе цель. Ну, вот, мы с вами ставим себе, ну, цель, но не мы ставим, кстати, чтобы вы были в курсе, цель вам ставит ваш мозг. То есть, когда у вас слишком много кое-чего в мочевом пузыре, у вас растягивается серозная оболочка мочевого пузыря, рецепторы напрягаются и сообщают в мозг, дружище, ищи тубзик. Вот, значит, это все происходит без вашего участия, вот, вы только узнаете о том, что там принято такое решение, вот, а вы потом делаете с этим, что хотите, вот, и понятно, что, в общем, оно все равно свое возьмет. Вот, вот, и так касается всего, касается любых вообще действий, всегда, как сказать, мозг имеет некие вводные, он эти вводные обсчитывает и там же создает цели. Вот точно так же современные сложные искусственные интеллекты научились ставить себе промежуточные цели. То есть, они знают, что вот им надо добиться вот этого результата. Вот, и дальше они к нему идут. Теперь представьте, что мы их все объединили, и он вдруг думает, что эффективно добиться этого результата, если перестать давать людям электричество. Ну, например, мы поставим задание, чтобы он всех людей сделал максимально здоровыми. Он посчитает, скажет, ну, надо слегка проредить, да, вот, 10% выживет через год, будут самое то. Выключаем сети. Причем у него же и рубильник. Потому что он, этот рубильник, и есть, потому что там соответствующий искусственный интеллект. Да, значит, короче говоря, нам не нужен сверхсложный какой-то искусственный интеллект. Нам достаточно, в общем, вот тех, которые есть, вот, уже в нынешних технологиях. И, конечно, они будут сильно развиваться. Значит, второе, что я хочу сказать. Вы сами, и я, мы сами являемся искусственным интеллектом. В прямом. Значит, вот, у вас там просто есть нейроны и связи между ними, да. Все, что вы имеете сверх этих нейронов и связи между ними, это и есть интеллект. То, что производится. Это производится соответствующим железом. Оно у вас просто такое мягкое. Желеобразное, точно. Вот, такое железо, недостаточно железное. Да, и поэтому думать, что невозможен искусственный интеллект, потому что мы какие-то особенные, это полная хинея. У нас в голове с вами просто транзисторы. Но они сложно организованы. Да, там куча всяких разных нюансов. Да, у них есть избирательный чувствительность к раздражителям. Да, у них есть настроенные пороги. Да, у них есть куча всяких разных эволюционных предустановок и так далее. Но это транзисторы, связанные с друг с другом, просто связями, как все транзисторы друг с другом связаны. Вот, и ничего в этом смысле сверхъестественного нет. И я подробно вот в книге рассказываю, в чем ее может быть уникальность. Потому что я такого не встречал ни у нас, ни в англоязычной литературе. Вот, я рассказываю о том, как наш мозг, собственно говоря, все в нас создает. И как искусственный интеллект в целом поступает ровно таким же образом. Вот. И это самое главное, что нужно для себя понять, для того, чтобы перестать... Я все время говорил, давайте перестанем считать себя венцом творения, потому что это делает нас беззубыми. Понимаете, венцу творения не нужны зубы, он думает, что он уже король. Вот. Если вы понимаете, что вы не венец творения, и вам за вашу жизнь надо бороться, у вас там и зубы отрастают, и когти, и вы, знаете, и вы готовы что-то делать, а не просто лежать на диване и ждать мистических миллионов долларов, которые упадут кому-то на голову. Вот. Значит, да. Поэтому, если мы понимаем, что мы в целом точно такой же программный сервер, который точно так же производит вот эти эпофеномены в виде сознания, интеллектуальной деятельности, решения задач, вот, то в целом мы не будем удивляться тому, что происходит с нашим искусственным интеллектом, и как он становится все умнее. Обретет ли он сознание? Нет никаких противопоказаний к тому, чтобы он обрел сознание. Значит, вот чтобы все представляли, сейчас импульс, который поступает вам в кору головного мозга, обрабатывается, по большей части, в шести слоях клеток коры головного мозга. Значит, я здесь в книжке описываю систему с девятью слоями обработки этого сигнала. Вот. А мне недавно сказали, на прошлой неделе, что в гугле работают уже 12-слойные эти системы. Вот. То есть, условно говоря, если он обретет сознание, нет ничего сверхъестественного. Я просто думаю, что до этого не дойдет, вот, потому что, потому что, а если это, конечно, случится, то я все время вспоминаю шутку, как же его звали-то, это был товарищ Тюринга, они вместе занимались с ним, с Enigma расшифровывали, криптограф. Вот. Он шутил, что когда мы создадим сверху очень искусственный интеллект, он решит все наши проблемы, если он будет так любезен, чтобы рассказать, как мы сможем его контролировать. Вот. Любезность его, в связи с тем он должен эту любезность проявлять, законы Азика Азимова, это все анекдотичные вещи, вот, они уже, вообще, они из романов, и хватит уже думать, что роман имеет какое-то отношение к жизни, это многим испортило жизнь, вот, не надо так думать, вот, не надо портить это всему человечеству, вот, поэтому он в целом и может обрести сознание. Мне просто кажется, что это самое скучное из возможных развития событий, вот, куда драматичнее все, что он остальное может натворить, не обретая сознание. Вот, так что, и сейчас, что интересно, вот, что, почему важно еще нейрофизиологию изучать, потому что, если вы ее изучаете, вот, вы оказываетесь в кругу тех, кто знает, как искусственный интеллект дальше будет варить свою кашу, вот, а если вы не изучаете, игнорируете мышление, думаете, что у вас с мышлением все в порядке, и, спасибо, отсутствующей зарядки, вот, то вот у вас будет, конечно, неловкость в связи со всем происходящим, потому что будет внезапно его паньки. И вот, так что, вот, такая книга. Там много всего, я прям даже не понял, как столько влезло. Я там про секс рассказываю, какой будет отдельно, очень интересная отдельная публикация. Все, привожу примеры, рассказываю, почему роботы криво ходят. Знаете, почему? Мешает им сильно что-то. А вы знаете, что у вас вот в коре 18 миллиардов нервных клеток? В коре головного мозга из 87 миллиардов нервных клеток, находящихся в мозгу, 18, находятся в коре. Вы знаете, где находятся 50? В мозжечке. А мозжечок за что отвечает? Чтобы у вас не трусило. Вот. И самое сложное, посмотрите, сколько нужно, вот, чтобы создать весь мир, все ваши мысли, все ваше внутреннее содержание, все ваше память, все ваши знания, достаточно 18 миллиардов транзисторов. Для того, чтобы вас просто не трясло, нужно 50. Ну, гравитация, там, тяжесть, это все. Вот для борьбы с этим нужен сервер в 50 миллиардов транзисторов. Вот. И поэтому, если вы посмотрите на робототехнику, искусственный интеллект сейчас действительно творят чудеса, а вот эти пацаны, которые ходят, такие с ранцами, но уже, между прочим, неплохо. И они там уже неплохо ходят, а собаки-то бегают вообще просто блеск. Их там ногами пинают, они бегают, бегают. Вот. У Чарли Букера есть, кстати, в Черном зеркале один из эпизодов, где эти собаки все сошли с ума и бегают, убивают всех людей. Да, очень веселая такая история. Понравилась вам, да? Я сегодня очень поняла. А эта серия? Ну, там есть. Ну, не понятно, они просто бегают и убивают, и все. И все? Ну, а какая разница? Может быть, миллион поводов, почему так может случиться. Возможно, искусственный интеллект решил просто убрать людей. Ну, просто, что они слишком много потребляют и гадят. Вот. Раз, и все, и запустил собак. Вот. Возможно, где-то просто товарищи какие-то собрались и решили. Ну, давайте проредим тоже. Запустили собак. Ешьте тех-то. Может быть, это война. И по каким-то генетическим маркерам или еще черт знает каким маркерам определяют людей определенных, как бы, национальностей, групп или там еще чего-нибудь. И отправляют. Ну, с национальностями там пока генной инженерии черт знает что. Ну, как бы, потому что у всех у нас, кого только нету, понамешано. Вот. Ну, вдруг. Да, какие-нибудь. То есть, вариантов может быть миллион. Почему это произошло? Просто сошел с ума. Замкнуло. Там просто непонятный сюжет. Там просто все, что вы видите, бегают собаки металлические и убивают людей. Почему убивают? Зачем убивают? А все от них бегают и, ну, неплохо убегают. Не быстро. Ну, то есть, бегают, но не убегают. Вот. Да. И вот такое кино посмотрел, так, что это было, да? А вот может быть все, что угодно. А инструмент есть. Он говорит, что говорит Брукер этой серии. Он говорит, смотрите, вы создали боевую машину, которая управляется искусственным интеллектом. Вот если это, вот хоть что-то пойдет не так, что-то где-то замкнет, и еще какой-нибудь другой робот начнет их автоматически производить. Потому что, как вы понимаете, машины уже людьми не производятся. Там такая, ну, может, у нас где-то еще производится. На каких-нибудь, я даже не знаю. Вот. Но в целом это, как бы, там все. Люди только стоят такие в фартуках. Улыбаются. Весь процесс идет. Машина сходит с конвейера. Ну, вот. Поэтому это, в этом самый экзистенциальный такой вопрос. Понимаете, вы не знаете, из-за чего случится. Но когда случится, вы увидите просто собаку перед собой. И все, что вам нужно, это беги. Ну, не убежишь. Вот он как. Ну, он такой веселый парень. Вот. Значит, короче говоря, да, про секс я рассказываю. Как все будет развиваться. Про образование. В общем, что-то я много. У меня столько в голове этой гмути. Ну, вот. Там, понимаете, все проблема. Проблема, что совершенно непонятно, какая из технологий в какой момент выиграет. Понимаете? Потому что вот вдруг появится что-то прорывное, и он завоюет весь рынок. Потому что сейчас есть гиганты, которые с друг другом спорят и воспроизводят одно и то же. Но теперь представьте, что кто-то изобрел какой-то там квантовый компьютер, который способен считать там на порядке быстрее. И это его ли? Что? Уже есть? Ну, вот. Ну, уже есть. Видите, я не успел. Да. Значит, если кто-то будет отдельно иметь на него патенты, отдельно иметь это. Ну, как бы, все остальные просто системы работы превращаются в пыль. Ну, потому что там ваши всякие криптографии, все электронные ключи, все вообще сыпется к чертовой матери, и ничего не работает. Почему? Потому что есть такая альтернатива. Вот. Мы не понимаем, какая технология просто вырвется. И мы рассматриваем такую, как это, как ощущение такого, знаете, как присутствуешь на каком-то странном фейерверке, когда взрываются эти шары, и из них вылетают возможные варианты развития событий, как может происходить. Вот. И я просто вот, я создаю этот фейерверк, но стараюсь держать вот эту конструкцию. Я, с одной стороны, объясняю, почему может быть хорошо, за счет чего. С другой стороны, я рассказываю про все риски. С третьей стороны, я рассказываю о том, как работает искусственный интеллект, в чем его принципы, и как это связано с нейрофизиологией. Тут много про человека, на самом деле. Ну вот. И рассказываю драматические сценарии отдельные, которые, как бы, могут нас повеселить. Все. Спасибо. Спасибо, дорогие, дорогие друзья. Привет, все.